Топ-3 причины, почему закон, запрещающий смену пола в России, который единогласно одобрила Госдума России, это плохо. Плохо для России. На третьем месте. Невероятно, но факт. Трансгендеры, как ни странно, это тоже люди. Пусть даже кому-то непонятные и неприятные, но это люди. И причем граждане России. И когда им запрещают получать нужную им весьма специфическую медицинскую помощь, запрещают им вступать в брак и усыновлять детей, это называется дискриминация социальной группы населения по какому-то там признаку. С точки зрения международных прав человека и с точки зрения Конституции России, это очень плохо. Но похоже, что на права и на свободы людей всем пофиг. Причем не только в России, но и во всем мире. И пофиг даже людям, права которых нарушаются, раз они эти права и свободы не защищают. На втором месте экономическая реальность, в которой смена пола стоит больших денег, и есть люди, которые готовы заплатить эти деньги за эту услугу. И с точки зрения капиталистической экономики, в интересах России, чтобы люди потратили свои деньги в своей стране и поддержали экономику России, а не чтобы они выехали за границу, и там бы получили нужную им медицинскую услугу, и поддерживали бы там экономику других стран. А статистика показывает, что количество людей, меняющих пол, с каждым годом растет. Поэтому медицинские услуги по смене пола – это перспективный бизнес. И задача Госдумы, как всякого буржуазно-демократического парламента, не мешать вести бизнес в своей стране, а помогать. А всем пофиг. И когда Госдума принимает законы, мешающие вести бизнес в России, это объективный факт, показывающий, что в России не работает буржуазная демократия. И это плохо, потому что чем хуже с буржуазной демократией, тем хуже с буржуазной экономикой. И на первом месте медицинская реальность о том, что смена пола – это не что-то уникальное, а множество разных медицинских действий, которые используются при лечении самых разных заболеваний. То есть нет врача по специальности поломенятель, который только меняет пол, так же, как нет врача абортмахер, который только делает аборты. Абортмахер. Он вообще не доктор, он абортмахер. Вот есть парикмахер, он парики делает или прически. А есть абортмахер, он аборты делает. Он не достоин белого халата. Например, я пью гормональный препарат против болезненных менструаций, который также используется и как противозачаточное средство. Поэтому, если следующим законом Госдума запретит контрацепцию, то я останусь без жизненно необходимых лекарств. То есть солдату, которому в бою отстрелили пипиську, эту пипиську будут восстанавливать примерно так же, как и женщине, которая захотела стать мужчиной. И женщине, которой отрезали сиськи из-за рака молочной железы, будут восстанавливать сиськи так же, как и мужчине, который захотел стать женщиной. И переделывать черты лица, под свойственные другому полу, будут точно так же, как восстанавливают лицо после травмы. Государственная дума создаёт условия, чтобы врачи сваливали работать за границу, там, где есть выгодные коммерческие заказы от трансгендеров. То есть запрет на смену пола мешает не трансгендерам, на которых Госдуме может быть пофиг. Как на непредставленное в парламенте меньшинство, а мешает отечественной медицине и отечественной экономике, на которой Госдуме не должно быть пофиг. Заметьте, то, что мы рассказали, это не какая-то оппозиционная политика, а это, ну, курс по теме государства и права для старшей школы.